Мы остановились на том, что Гилель дожил до 10-го года нашей эры. И в 10-м году нашей эры, уже нашей эры, Гилель умер в возрасте 120 лет. И есть такие мнения, что Ешо учился, или по крайней мере сдавал экзамен на зрелость, когда был бар-митцва. Помните, я говорил, почему сказано, что в возрасте 12 лет это происходило, да? А он был бар-митцва в возрасте 13 лет, да? Почему Ешо сдавал в возрасте 12 лет, а не 13 лет? Да, помните, потому что если мы сходим из того, что Ешо родился на Суккот, то по еврейскому для этого исчисления ему было уже 13 лет. Помните, Ешо? Да, тех, кто дожил чуть-чуть хотя бы, да, на Суккот или перед Суккотом, значит, ему уже было по еврейской традиции 13 лет. А по римской и греческой традиции ему было 12 лет. Поэтому, когда там Лука, по-моему, пишут, да, Лука, он больше приводил какую-то греческую традицию, да? Он говорит, что Ешо было 12 лет, да? Но если Гелель умер в 10-м году нашей эры, то как мог Ешо проходить у него экзамен? Значит, если Ешо родился в 4-м году до нашей эры, то он мог быть. Когда Гелель умер, ему сколько лет было уже? 14. 14 лет. Стало быть, он незадолго до смерти Гелеля, да, проходил у него экзамен в Иерусалиме. И сам Гелель принимал экзамен у Ешо. Вот такая интересная традиция. Был обязательный экзамен для Бармитсу? Да, Бармитсу это и сейчас обязательно. Только тогда это делалось в храме, да? А сейчас это делается в любой синагоге. Но и сейчас даже возле стены, да, возле стены, это самый Котель. И сейчас тоже любят проводить именно на Пасху, на Суккот три раза в году, как вот День паломничества, как раз проводят экзамены. И можете увидеть, когда фильмы документальные, да, про Израиль, все собираются возле стены. Ну, говорят, стена плача, да? Но вообще по-еврейски это Га-Котель, просто стена. Га-Котель, да. Нет, Хама, Котель, это разные синонимы. Разные синонимы. Слово стена. И Гелель, я уже говорил, дожил до правления Архилая. До правления Архилая. А в Риме примерно правил Каллигула в это время, чтобы были совмещения. И вот после Архилая Иудея была присоединена к Сирии, но фактически ею правил наместник, находившийся в Кесарии. То есть столица была в Кесарии, помните, говорили, Кесария была построена Иродом. И Сирия, и Иудея оказываются в одной и той же провинции Рима, да? Вот почему, оказывается, ехал в Дамаск апостол Павел, да? Потому что границы тогда между Сирией и Иудеей не было. Но это подобно тому, как Абидиополь до 40-го года, например, находился в Румынии, да? А сейчас никакой границы нету, потому что мы можем ехать свободно. И все это Одесская область, да? Вот так как тогда Сирия и Иудея была как Одесская область. Да, и один из римских наместников, Граций, в течение 11 лет сменил 5 первосвященников. То есть, я уже говорил, что первосвященников уже не выбирали, как это происходило раньше, а назначала Римская администрация. Можете себе представить, за 11 лет сменил 5 первосвященников. То есть, каждые 2 года новый первосвященник. Поэтому канцелярию первосвященника перестали называть Санхидрин, а стали называть Тахидрин. Тахидрин означает канцелярия правительственного чиновника. И народ уже разочаровался и в первосвященниках, да? И народ стал ждать Мессию, который наконец-то придет и наведет во всем этот хоть какой-то порядок. За десятилетия до разрушения храма Бейт Медраж заменил оскверненный храм в качестве центра духовной жизни еврейского народа. То есть, уже синагога вставал центром опять духовной жизни еврейского народа, а храм некоторые вообще считали оскверненными. И была такая группа евреев, которая считала, что храм осквернен, и они даже и не ходили в Иерусалим. Как эта группа евреев-экстремистов? Ессеи. Ессеи. Вот сейчас мы переходим. Я хочу, чтобы у вас было четкое понимание. Вот здесь таблица у меня. Хасидим или хасидги, которые, помните, победили огречившихся эллинистов в результате восстания Маковеев сами распались на несколько партий. Первая партия. Фарисеи. Наиболее многочисленные. Напишите. Фарисеи. Наиболее многочисленные. Вторая партия. Садукеи. Наиболее влиятельные. Наиболее влиятельные. Третья партия. Ессеи. Наиболее последовательные. Они решили, что храм осквернен, потому что не божьи люди, а те, кто назначает римский император. Они правят храмом. Ессеи. Наиболее последовательные. Так, фарисеи. Наиболее многочисленные. Садукеи. Наиболее влиятельные. И есеи. Наиболее последовательные. Затем из партии фарисеев вышла группа, которую стали называть Назаряне. Назаряне. Но Царим. Они и сейчас так называются. В Израиле. А позднее эта партия, как стала называться? Христиане. Христиане. И позднее, после разрушения храма, Садукеи, вы помните, что с ними стало? Они прекратили существовать. Часть фарисеев продолжала свое учение. И они изолировались позднее от Назарян, христиан. Но часть фарисеев, наоборот, очень хорошо восприняла. Очень хорошо восприняла идея Иешуа Мессии. И очень значительная часть фарисеев, мы видим только некоторых из них, описанные в Евангелиях, но оказывается, очень много фарисеев стали Назарянами, то есть христианами. Вот здесь у меня стрелочка проедена от фарисеев. И вторая группа – это Иесеи. Даже среди учеников Иешуа, апостолов, было два Исея. Кто? Андрей и Иоанн, да? И помните, Иоанн постоянно есть и свет и тьма, да? Сыны света, сыны тьмы. Считали Лукьяненко? Ну вот, это научение Иесеев. Сыны света и сыны тьмы, да. Сейчас мы по ним поговорим. Итак, после победы хасиды раскололись на ряд групп фарисеи, садукеи, Иесеи и позднее Назаряне. Фарисеи, садукеи, Иесеи и Назаряне. Я еще раз повторяю, значит, это у вас должно быть записано. Правильно? Хорошо. После проповедия Евангелия и появления общины верующих Иешуа, многие фарисеи, вот эти Павел, равены, многие, написано, что они были тайными учениками Иешуа. Такие, как Иосиф из Аримафеи и Никобдим, которого многие последствия ассоциируют с мудрецом Тамуда Нагдеоном Бен-Гурионом. И даже уже в то время, когда фарисеи отделились от Назаряна, окончательно отмежевались после 70-го года нашей эры, все равно между ними существовали определенные связи. помните, вот, некоторых из равенов, мы будем потом говорить, обвиняли в том, что они кто? Тайные христиане. Даже раби Акива попал в эту категорию, да? Вот, то есть, все равно, среди фарисеев была довольно значительная часть. дойдем до зилота. Мы все уже в зилоте. Есеи. Есеи. Ну, типичным представителем Есеи кто был? Яханан Хамадбиль или Иоанн Погружающий, да? Он жил в пустыне, он одевался, как Есеи. Есеи придерживались очень строгих питания, даже не более строго придерживались кашрута, чем фарисеи, поэтому он вообще настолько был чистый, что ничего кроме меда там этих кузнечиков не ел, потому что вдруг это овца как-то, может, некошерно зарезана, да? Вот. Хорошо. И нацрим или назаряне. Откуда произошло название христиане? Помните? Христос – это эквилентрический слово Машия. И христиане – это было призрительное. Штунда. Вот как мы говорим штунда, да? Вот так их тогда называли христиане. То есть это были помазанные, помазанные. Это было призрительное, насмешка. Но так как их потом становилось все больше и больше, они сами стали называть себя христиане. Но вначале они себя не называли христиане. Можете записать. Они называли себя святыми, братьями, избранными, сынами света, учениками, талмидим, бедными или смиренными, как это? Е-ви-о-ним, да? Э-ви-о-ним. Отсюда еще одно из названий э-ви-о-ним. Но чаще всего они связали себя как ноцрим. Ноцрим. Поэтому, вот видите, в Деяниях 24 глава первосвященник говорит о Павле, найдя этого человека язву и общество с будителем мятежа между иудеями, живущими во Вселенной и представителями назарейской ереси. То есть назареи они были сектантами по отношению к фарисейскому учению. Но так, как православные сейчас называют нас, например, сектантами. Правда? То есть политическая обстановка примерно такая же самая. Да. Сделаем такую таблицу. Слева напишите Ессеи, в центре фарисеи, справа Саддукеи. Страничку на три части, да? И кратко запишем их характеристику. Значит, Есеи, мы говорили, что они наиболее последовательные, да? Это крайне левый фланг еврейских религиозных групп. Они крайне левые. Есеи, наиболее последовательные в религиозных традициях, да? Они составили крайне левый фланг еврейских религиозных групп. Во что они верили? Есеи, сейчас мы говорим только о Есеях, верили в бессмертие души, воскресенье и пришествие Мессии, в адские муки и райское блаженство. Верили в бессмертие души, воскресенье и пришествие Мессии, адские муки и райское блаженство. Они разработали сложные обряды очищения души и тела, в число которых входило водное погружение или крещение. И Ишуа, Мессия, именно был погружен по обряду есеев. Есеи разработали сложные обряды очищения души и тела, в том числе и крещение, то есть погружение. В русском языке слова крещение, оно не соответствует смыслу этого. Крестить значит крестом, в действительности погружать. Как называется сосуд, который погружается? Микве, да? И мы знаем, что это написано еще об этом, что нужно омываться, дабы был чист. Но здесь говорится о чистоте какой? О ритуальной чистоте. Исеи наполнили особым смыслом. Не только ритуальная чистота, но и очищение сердца. Очищение сердца, доброй совести. У фарисеев был другой взгляд на это. Фарисеи отрицали погружение. Видите, они хотели погружаться, да? Но для них это был просто обряд, связанный с ритуальным очищением. Поэтому, когда фарисеи, в отличие от исеев, которые наполняли это духовным содержанием, пришли к Иоанну, да? Они не сказали, слушай, Ванька, ты что-то там выдумал? Какие-то крещения там? У нас никогда такого не было, будешь себе крестить, там, христиан своих крестить будешь. Они что сказали? О, это наше, мы их хотим! Говорит, Зузьки. Да, первым рейтинг придумал Иоанна Крестича, он сказал, я вас, гады, всех насквозь вижу. Очистите сначала свои сердца, да? А потом уже погружайтесь, чтобы вы поняли, что и фарисеи, и исеи были за, да? Но они имели разное духовное понимание в этом вопросе. И исеев был погружен именно по обряду исеев. Видите, когда Иоанн говорит, тебе нечего очищаться, потому что ты чист, правильно? Значит, исеев в водном погружении что видели в основном? Очищение сердца, да? Фарисеи, они были тоже за водное погружение, но относились к этому как ритуал. Я хочу, чтобы это у вас было записано, и чтобы вы имели четкое представление. Многие исеи предпочитали, не все, но многие исеи предпочитали безбрачие. Но, подобно апостолу Павлу, считали, что лучше жениться, чем грешить. А для того, чтобы не оскверняться, они допускали браки только в своей среде. Итак, Павел, видите, тоже какое учение в данном случае говорит? Исеев, да? Лучше, говорит, человеку быть одному, но если не может и держаться, то ничего страшного. Женитесь только, чтобы не грешили. Они для сохранения рода допускали браки в своей среде. Но все же многие оставались безбрачные, и многие брали на воспитание чужих детей. В жизни они проповедовали аскетизм. Фарисеи проповедовали аскетизм? Нет. Только в издержании от некоторых видов пищи, да? Но исеи, они были экстремистами. Они проповедовали аскетизм. Так, какая их была роль в политике? Политику они полностью отрицали. Они считали, что политика не от Бога, да? Поэтому никакой роли в политике они не играли. Жили в небольших коммунах. И чем дальше, значит, от всех поселений, тем лучше. Они посещали храм, ходили на Сухот, на Йом-Кипур. Нет. Они считали храм оскверненным местом. Хорошо. И у них было у исеев учение о сынах света, да? И сынах тьмы. И будет между ними война, да? И кто должны победить? Сыны света. А для того, чтобы вы были сынами света, вы должны были особым образом быть чистым во всех отношениях. И в физическом, и в духовном. Да? Фарисеи. Ну, то, что мы сейчас видим в иудаизме, да, вот это, так сказать, продленное уже учение фарисеев и разработанное. Хорошо. Значит, фарисеи. Помните, они были кто? Наиболее многочисленные. Фарисеи были представители какой партии? Буржуазия, да? Почему? Да. Слово буржуазия, ничего плохого в этом слове нет. Бург – это город. Буржуазия – это, значит, городские жители. Я бы хотел, чтобы у нас было больше буржуазии. Поймите, что чем больше расслоение между богатыми и бедными, помните, мы говорили, тем больше нестабильность государства. Стабильность государства создает средний класс. Именно в тех странах, где средний класс наиболее сильный, государство наиболее стабильное. Да? И помните, они были представителями среднего класса. Поэтому фарисеи составляли большинство населения, да? Они были представители умеренной традиции и религиозного мышления. Если ессеи крайне левые, да? Фарисеи, вторая колонка у нас, были представители умеренной традиции и религиозного мышления. В своих религиозных взглядах были терпимы. Да, вот сейчас говорят, что есть фарисеи терпимы и к ришнаитам, да? И к другим, только к роме христиан. Вот тогда они, в своих религиозных взглядах, если ессеи были непримиримы, фарисеи были терпимы. Когда представлялась возможность двух толкований письменного закона, они какую выбирали, более жесткую или более мягкую? Более мягкую, да? Так, второй пункт, отмечайте, что когда были толкования различных законов, и была возможность разных толкований, они выбирали всегда более широкую и мягкую интерпретацию. Так, в отношении воскресения мертвых верили они? Верили, фарисеи верили. И Павел верил. Помните, из-за чего у них там скандал произошел, когда Павла судили? Видите, какая интересная? Стефан, он так пошел себе, прямо высказал, что хотел, и побили его камнями. А Павел воспользовался, то, что были представители двух партий, и они больше друг друга ненавидели, чем христиан вообще, да? Поэтому так он использовался этим. Итак, они верили в воскресение мертвых, в решение исчезновения мессии и бессмертия души. Очень важно, что они разработали традицию устного закона. И у них традиция устного закона превратилась, как своего рода такой переносный набор приемов для самостоятельного толкования. Если Моисей, если Авраам, когда ему возникала необходимость, он просил Божьего откровения, то фарисеи просили Божьего откровения. Помните? Они искали логическое обоснование. То есть, были у них определенные приемы толкования, и они прекрасно обходились без Бога, без Духа Святого, вот, они толковали так, как решает большинство, так и будет. Значит, они разработали традицию устного закона, как своего рода переносный набор приемов для самостоятельного толкования религиозных правил. И это позволяло приспосабливать их к меняющимся условиям. Только позднее уже Талмуд оказался менее приспособленным, потому что его записали, да? Но устная традиция, она была очень гибкой. Очень гибкой. Так, в политическом отношении она играла политическую роль? Да. Это была наиболее многочисленная партия, опиравшаяся на народ, причем на средний класс, да? Но вербовали сторонников и из рядового большинства. Это была наиболее многочисленная партия, обиравшаяся на народ, на средний класс, но вербовали сторонников и из рядового большинства. Фарисеи считали саддукеев консерваторами, есеев зилотовыми, а себя либеральными. И так они какие? Либеральные, да? Либеральный иудаизм тоже произошел от фарисейского течения. Антиэллинисты. Да? Антиэллинисты. Да. Ну, есеи тем более были антиэллинисты, но фарисеи антиэллинисты. Консерваторы политики и либералы в религиозном плане. Консерваторы в политике и либералы в религиозном плане. В отношении к храму. Они признавали храм, да, но центром все-таки, главным, что считали? Синагогу. Если есеи вообще не признавали храм, то фарисеи, что и либералы? Главным признавали синагогу. Они выступали за синагогу, за изучение Торы, равенную молитву. И в отношении к пророчеству. Они верили в пророчество или нет? Верили в пророчество, в концепцию иудаизма. Записали все это? Садукеи. 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 Садукеи крайне правый фланг еврейского религиозного лагеря. Если есеи были крайне левый фланг, да, фарисеи это умеренная традиция, то Садукеи крайне правый фланг. Их подход к религии был жестким, консервативным и не допускал изменений. Проводили ли они какие-то дискуссии, там, школы велели или что? Написано, все, точка. Больше ничего не прибавить, не убавить, да? Значит, есеи были крайне консервативны в толковании Торы, жесткие и не допускали изменений. Главное следовать Бухве или Духу. Скажите, у нас есть Садукеи в церквях? Вот я еще раз вспомню, мы говорили, это фарисейская идея связывания и развязывания, да? Связывание что? Кошер. Развязывание? Трев. Вот представьте себе такую ситуацию, да? Значит, ну, женщина разводится с мужем. Женщина хочет развестись с мужем. Муж не хочет развестись с женщиной. Женщина верующая, муж неверующий. Муж терроризирует женщину и детей. Но не хочет с ней разводиться. Как вы поступите? Ушла бы. А кто-то вам скажет, что женщина не должна верующей покидать неверующего мужа. А вот Садукеи вам такое скажут, да? И если она разведется, то она не должна выходить замуж. Может, некоторые разрешат ей выходить. Разведется, но не разрешат выходить замуж. Потому что, который выходит замуж, да? Прелюбодействует. Да? Слышали, может быть, такие подходы к этому? Да? Правильно это или нет? А еще такие вот. Я знаю одну женщину. Она сейчас моего возраста. Но она... Фактически вся жизнь ее оказалась перечеркнутой. Потому что она была из старых пятидесятников. Она полюбила молодого человека, верующего. Но из другой пятидесятнической церкви. А они решили, что вот так, как Яков брал жену и царь из своих, то должны брать жены и мужья только из членов своей церкви. Она осталась и незамужней, она осталась и без детей. Ну, просто чудом, что она осталась Богом, это из таких верующих. Ну, как вы думаете? Правильно это или нет? Я тоже считаю, что неправильно. Да? Вы понимаете, в чем дело? Значит, разные могут быть случаи. Хорошо. Катрин Кульман была верующей. Муж ее был верующим. Так? Она развелась. Да? А потом она опять вышла замуж. За другого верующего. Нормально это было? Нормально. Видите? Как в таких случаях надо поступать? Да? Значит, как в таких всяких спорных случаях нужно поступать? Побыть камнями. Катрин Кульман вывели и выбили камнями. И несмотря на это, вы видите, она была и в единстве, через которое действовал Дух Святой. Что вы понимаете, однозначного решения вопроса в таких случаях быть не может. Вот для этого и есть, вот то, что сказали фарисеи, связывание и развязывание. Понимаете, законы, они не для того описаны, чтобы мучить людей. Понимаете? И то же самое законы Ишуа. Если вы посмотрите, есть законы Ишуа, а есть толкование Павла, которое Павел говорит, я так говорю, но во мне Дух Святой. Чтобы вы понимали. И есть люди, которые сидят и решают этот вопрос. Старейшины церкви. И вот старейшие церкви могут даже в какой-то мере отойти от закона. И это будет нормально. Почему? Связывание, развязывание. Вот поэтому Ишуа дал власть связывать и развязывать. Если бы все действовали только по закону, зачем бы нужно было эту власть давать? Связывать и развязывать. Да? Так что есть у нас эти самые садукеи в церквях? Видите? Есть. Что вы поняли. Вот. В этом позиция фарисеев была более гибкой, потому что они милость превозносятся над судом. Они этический компонент ставили выше головы закона, дух закона и буху закона. И Ишуа, опять-таки, как фарисей школы Гилея, об этом говорит. Правильно? Хорошо. Значит, главное было следовать буквы, а не духу. По этому, по садукеевски, главное было следовать буквы, а не духу Торы. А фарисеи придерживались духа Торы. Хорошо. Садукеи. Верили в бессмертие? Где в Торе сказано о воскрешении? В принципе, нигде. Понимаете? Они отвергали пророков. Помните? Фарисеи были за пророков. Да? Исеи были за пророков. Да. А садукеи были против пророков. Они брали голую Тору. Голую Тору, как говорится, об этом ничего не сказано. Ну, можно там косвенно. Некоторые есть моменты, но прямую. О потусторонней жизни, о воскресении ничего не сказано. Стало быть, они не верили ни в бессмертие, ни в воскресении, ни в загробное существование. Признавали боговодохновенность только Торы. Но не пророков и не писаний. Хорошо. В отношении к политике. В отношении к политике они были реалистами в политике, материалистами и сторонниками сохранения существующего положения вещей. Они были реалистами в политике, материалистами, по сути, и сторонниками сохранения существующего положения вещей. политические, ну как сказать массы, на которых они опирались фарисеи на кого мы говорили на буржуизию на буржуизию на средний класс, плюс привлекали еще из простого народа но они не сильно любили этих людей но они их привлекали как эти простые люди назывались? Ам-га-арец Ам-га-арец то Садукеи это была партия богатых людей, аристократов и священнослужителей их было мало или много? их было мало но у них была большая власть Садукеев было мало но у них была большая власть это была партия богатых людей аристократов, священнослужителей откуда они вербовали сторонников? из простого народа? Нет. Из аристократов, да, из аристократов, из священнослужителей, то есть Кагенов, Левитов. В отношении эллинизма и хасидизма, да, они были кто, эллинисты или хасиди? Эллинисты, они были эллинисты, они были реалисты, да, они были материалисты, им было, в общем-то, наплевать, но все равно, так как власть принадлежала римскому правлению, да, и римско-греческой культуре, то они были эллинистами. Итак, они были эллинисты и либералы в политике и консерваторы в религиозном плане. Видите? Значит, фарисеи были консерваторы в политике, но либералы в религиозном плане. Эти с точностью да наоборот. Либералы в политике и консерваторы в религиозном плане. И главная из заботы, что центр был? Храме. Кроме храма для них не существовало ничего. Стремились ли они обучать людей? Абсолютно, да. У них только вот люди приходили, тупо смотрели, что делается в храме, и такими же тупыми уходили. Мы это можем наблюдать в некоторых христианских группах, тоже такие вещи, да? Вот. Я не буду говорить, ортодоксы некоторые тоже так проходят. Хорошо. Самым тяжелым для еврейского населения Римской империи было правление императора Каллигулы. Помните, Каллигулы, он был не совсем психически нормальный человек. Это был жестокий тиран, и он требовал поклонения себе. Он создал себе империю, требовал преклоняться перед его статуей, как перед божеством. И Каллигулы замыслил воздвигнуть свою статую в Иерусалимском храме. И приказал римскому наследнику Петронию силой заставить евреев выполнить это желание. В результате, что возникло восстание. Они закричали, не дадим вам поставить эту статую до тех пор, пока все мы не умрем. Петроний не хотел крови и, рискуя навлечь на себя страшный гнев императора, который мог стоить его жизни, написал Каллигию в письмо с просьбой отменить этот приказ, чтобы избежать убийства тысяч евреев. Итак, следующая группа людей, которые сказали, лучше умрем, чем, допустим, что-либо языческое, были кто? Зелоты. Зелоты не были религиозной группой в таком смысле, как фарисеи, как судокеи. Это была политическая группа, которая выступала против всего римского, потому что это были оккупанты. Смерть римским оккупантам. Их стали называть ревнители. По-гречески слово ревнитель называется зелоты. Кстати, Павел о себе тоже говорил, что он ревнитель был, не по мере. Хорошо. И еще их называли сикарии, потому что они носили финки. Финки такая по латыни. Сика, короткий нож. Их называли сикарии. Поэтому, если говорят искариот, многие говорят или иш из какого-то кариота, которого никто не знает, но, по крайней мере, он, скорее всего, это искаженный сикариот. То есть, он был кто? Террорист. Как по-тепрежнему. Да? Террорист. Террорист. И, значит, после смерти стал император Клавдий, а Клавдий сменил император Нерон. И во время правления его самым жестоким был Гесси Флор. Гесси Флор. Флор упоминается? Он в Деяниях Апостола упоминается, Флор. Гесси Флор. Он был совершенно лишен из всякого представления о справедливости. Весь период его правления сводился к скорейшему обогащению. Он разрушал города, чтобы грабить их, арестовывать, арестовывая знатных граждан, требуя выкуп. Напрасно евреи жаловались по притеслению римскому наместнику в Антиохии. И, когда их терпение истощилось, они восстали. Восстание началось в 19-м году нашей эры, когда римский император Тибери велел изгнать евреев из Рима. Помните? Эти события тоже упоминаются. В 19-м году нашей эры римский император Тибери повелел изгнать евреев из Рима. И Флор ввел войска на территорию храма, чтобы захватить его сокровище. Тысячи евреев решили во что бы то ни стало защитить храм. Флор понял, что на этот раз ему придется уступить и решил убраться из Иерусалима. Желая отомстить евреям, Флор сообщил римскому наместнику в Антиохии цестью Галу о бунте иерусалимцев. Но и одновременно иерусалимская знать направила в Антиохию делегатов, чтобы просить защиты от Флора. И тогда Флор прислал в Иерусалим своего представителя. И вместе с ним прибыл в Иерусалим Агриппа II. Помните? Ирод, да? Антипа были после Ирода Великого, да? И Ирод, Агриппа. Агриппа взимался с евреев в такие высокие налоги, каких еще не было. Но когда она заявила, что они вновь должны подчиниться Флору, народ потребовал, чтобы Агриппа убрался из города. Улицы Иерусалима наполнились восставшими. Когда в Иерусалиме толпа расстязала римских солдат, кесарии греки убили всех жителей евреев. Помните себя представить, да? Вот такая была в это время политическая обстановка. И неудивительно, что, помните, когда Иешуа пришел, основной вопрос, который спрашивали у Иешуа, когда ты, наконец, восстановишь царство Израиля? И если мы говорим, что Иешуа родился примерно четвертый год до нашей эры, ну, любого года нет, да? То 30 лет и 3 года ему исполнялось, там не сказано нигде точно 30 лет, я сказал, в возрасте около 30 лет. В каком году? Примерно между 27 и 29 годом нашей эры. Именно тогда Иешуа был казнен. И это послужило потом уже тому, что появилась христианская церковь. Ну, немножко расскажу о Понтии Пилате. После вот этих событий римским наместнику Кесарии был назначен Пилат, жестокий и алчный любитель взяток. Пренебрегая чувства и местного населения, он внес в Иерусалим знакмена римские с изображения императора. Народные представители обратились к наместнику с просьбой брать знамена с улиц святого города. Пилат вместо этого расставил возле них солдат. И когда еврейские посланники заявили, что они согласны умереть ради исполнения заповеди Торы, Пилат пошел на компромисс и убрал римские флаги с улиц святого города. При Пилате угнетение народа еще больше усилилось, налоги еще больше возрастали. И по дорогам Иудеи бродили пророки, предсказывающие избавление. Жестокость и наглость римского навестника Понтия Пилата росла с каждым годом. Он продолжал оскорблять религиозные чувства своих подданностей. Жалобы на него поступали не только от евреев, но и от представителей других народов. Поэтому Виталий, римский наместник Сирии, снял Пилата, занимая его поста. И некоторое время Иудея находилась под непосредственной властью Виталия. Виталий был человек, который с уважением относился к римским святым местам и старался не оскорблять религиозных чувств местного населения. Итак, после того, как Иешуа Мессия умер, прошло сколько дней? 50 дней, да? 50 дней. Да. И в день еврейский праздник Шаву От, да? Или Пятидесятница, есть в наступление еще? Три минуты. Образовалась Первая Церковь. И помните, сверхъестественным образом сошел Дух Святой. Некоторые говорят, что сколько их там было, если судно, что 12 человек. Было не меньше 120 человек, да? 120 человек. И все они были единодушно вместе. И эти люди, на них сошел Дух Святой, да? И вначале три тысячи человек, потом пять тысяч, а потом десятки и сотни тысяч. И если у вас написано, что Павел там говорит, что там есть тысячи людей, и все они ревнители закона. Значит, в русской Библии ошибка. Написано десятки тысяч верующих Иешуа Мессии. Что значит ревнители закона? Соблюдавшие все фарисейские заповеди. То есть это были люди, которые соблюдали еврейские традиции, да? И верили в Мессию. Их были не тысячи, а десятки тысяч. Просто не представлял себе переводчик, что их могло быть так много. Он подумал, что это ошибка. Хорошо. Хорошо.